Наталья Губанова Это кураж, это бесконечные инсайты, это первый поток. Я с удовольствием поделюсь с вами наиболее ценными моментами, которые были для меня на тренинге. На тренинге было очень много простых по выполнению, интересных по содержанию и очень эффективных по результату техник. Это благодарность миру, это работа с колесом баланса жизни. Здесь все просматривается сразу, все видно, в каком секторе ты проседаешь и что тебе нужно делать в первую очередь. Это выявление страхов и внутренних конфликтов. Техника продергивания денег, которую я детально прослушаю и сделаю еще раз. Это техника отпускания якорей. Я думаю, что эта техника для очень многих участников была просто бесценной. Вот у меня было такое чувство облегчения, как будто гора свалилась с плеч. Мне понравилась работа с разными идентичностями. Есть новый образ. Ты его примеряешь на себя. Испытываешь совершенно иные ощущения и эмоции. Соответственно, ведешь себя иначе и получаешь другой результат. А нулевой урок «Стратегия жизни», вот тот, который в эфире был первым, и он был с картинками. Вот для меня это просто мега-фишка. Только мастер может дать такой серьезный и важный материал. Так просто, так красиво и так понятно. Я после этого урока буквально не могла дождаться, когда у нас начнется тренинг. Сама технология с бычьей мечт, она очень последовательная. Она логичная, она грамотно выстроенная. Она опробированная тренером, прежде всего, на себе. Я думаю, поэтому она и дает такие прекрасные результаты. На Востоке говорят, человек может поделиться только тем, что имеет сам. И это в полной мере относится к Павлу Борисовичу. Он учит не просто формулировать цели и прописывать их. Он дает целостную систему чувства, ценности, цели. И эта система работает. Блог по работе с ценностями для меня ключевой. Смысл жизни действительно дает ценности. И техника пустыня, прекраснейшая техника, да, это игра. Но такая игра переворачивает просто всю жизнь. Все сразу встает на свои места. И проработка ценностей шла постоянно на протяжении всего тренинга. Она шла даже тогда, когда я о них не думала вообще. И к концу четвертого или пятого урока я вдруг обнаружила, что работаю с ценностью не одиночества. Это была единственная ценность с частицей «не». А работаю уже с ценностью семья и отношения. То есть в нужное время все встало на свои места. И я даже этого не заметила. И, конечно, я этому очень рада. Тема чувства, ценности, цели, она красной нитью проходит через весь тренинг. Мы привыкли включать голову, а чувства живут в теле. Мы не задумываемся об этом. И слова «все, что я делаю», я делаю для получения эмоций и ощущений в теле, вот по большому счету просто перевернули мое сознание. Научиться намеренно создавать конкретные чувства для достижения конкретной цели – это тот навык, который буду отрабатывать и оттачивать. И это работает везде. Это касается и работы, и личной жизни, и других сфер. Вот мы говорим, что деньги в нашу жизнь приходят от наших клиентов. Моя работа начинается не просто с поиска заказчика, которому на данный момент нужны мои услуги, а из того, чтобы из большого количества моих конкурентов он выбрал именно меня. И мне всегда было интересно, почему меня выбирают? Сейчас у меня есть абсолютно точный ответ на этот вопрос. Я все делала интуитивно правильно, но совершенно неосознанно. Я даю человеку возможность испытать те эмоции и те чувства, которые ему нужны сейчас. То есть он получает внутреннее состояние. Это спокойствие, что все работы будут выполнены нашей компанией профессионально, на высоком уровне. Что этот человек совсем не будет напрягаться, потому что я сама в его учреждении организую работу как надо. Это уверенность, что после нашей работы он пройдет любую проверку и получит помощь и сопровождение с моей стороны. Ну и так далее. И он выбирает меня. А сейчас, когда я это делаю совершенно осознанно, я отношусь к такой встрече очень легко, как к какой-то веселой игре. И у меня есть искреннее желание помочь этому человеку, исходя уже из своего внутреннего состояния изобилия. И я вижу, как человек моментально, ну просто на глазах меняется и говорит мне, да, и это такой кайф. Такое чувство, что у меня в руках волшебный золотой ключик, который вот на раз отмыкает любую дверь. И сейчас слова «Жизни надо радоваться, надо радоваться жизни» приобретают совсем иной смысл. А какие люди были на тренинге? Ой, это же просто чудо! Целеустремленные, заводные, успешные, имеющие смелость выходить из зоны комфорта, искренние. Люди, которые так много хотят от жизни, и она им дает. Спасибо вам, дорогие, за работу и за то, что мы это сделали вместе. До встречи на вип-блоге. Тренинг длился 7 дней. И за эти 7 дней они изменили мое внутреннее состояние. Вот у меня такое чувство, что моя жизнь как будто разделилась на до сбычи мечт и после. И я уже качественно другой человек. Тренинг дал мне состояние уверенности, целостности, радости и осознанности жизни совсем на ином уровне. И работа для меня не закончилась. Все только начинается. Я не знаю, как можно оценить стоимость этого тренинга. Для меня он просто бесценен. Скажите, какой валютой можно оценить приобретенные навыки, которые выводят тебя на другой качественный уровень? Какими деньгами можно оценить твое внутреннее состояние? Я, конечно же, рекомендую тренинг «Сбычи мечт» всем. Но самое главное, я рекомендую Колесова Павла Борисовича. Это совсем не важно, на какой тренинг вы попадете. На любом тренинге вы получите для себя то, что нужно именно вам. Но, возвращаясь к «Сбычи мечт», я все же хочу сказать, что этот тренинг нужен тем, в первую очередь, кто думает о том, как жить дальше. Кто хочет качественных изменений в своей жизни. И кто к этим изменениям готов. Потому что после такой работы жить прежней жизнью, я думаю, что уже не получится. Павел Борисович, я благодарю вас за науку жить радостно и счастливо. Спасибо вам за то, что вы есть. Я хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам Центра Павла Колесова за заботу и поддержку. Спасибо вам. Я вас всех люблю. Спасибо.